На протяжении последних тысячелетий человек практически никогда не остается один. Сначала он приручил огромное количество животных. Это были скот, который давал еду, молоко, мясо. Это были животные, которые сопровождали человека на охоте, например, собаки. Это были кошки, которые вроде бы жили всегда сами по себе, но все равно сильно зависели от человека. Кроме одомашненных животных, существует огромное количество так называемых синантропных видов. Синантропос, то есть вместе с человеком. Они сопровождали людей и переходили от одного их жилища к другому, никогда не приручаясь. Или почти никогда. Примеры таких животных это вороны, голуби и крысы. Голубей человек приручил. Изначально эти птицы обитали на прибрежных скалах. И человек поставил их себе на службу, сделав почтовыми птицами и декоративными. Он брал их с собой в разные путешествия, на кораблях. И они расселились по огромной территории. В естественной среде популяция их оставалась неизменной. Почему? Каждый вид, занимая какой-то ареал, ограничен количеством пищи, которая существует на том или ином участке. Если птица питается зерном, то это зерно дает почва. Если же птицы насекомоядные, включается еще одно звено, которое нельзя нарушать. Если количество пищи уменьшится, то количество приплода, соответственно, тоже будет уменьшаться. То есть, при недостатке пищи новые особи просто не будут появляться в таком количестве. Популяция всегда чувствует, какое количество потомства способно прокормить та или иная территория. Независимо от других факторов. Более того, если популяция обладает небольшой численностью, то дополнительные факторы, которые могут регулировать количество особей в популяции, например, болезни, мутации, хищники, они не будут так сильно влиять на эту популяцию. Что же случилось с теми голубями, которые человек привез с собой на какое-то новое место? Сначала он их кормил, а потом они вторично одичали. То есть, вернулись как бы в дикий ареал, но на скалы обратно возвращаться не захотели. А зачем? Вокруг полно корма. Человека всегда сопровождает огромное количество пищевого мусора. Что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались от него избавиться, если вообще пытались, он всегда нас сопровождал. И птицы, которые вторично одичали, голуби, они сразу же радостно накинулись на этот мусор. И, естественно, их численность увеличилась ровно до тех пор, пока хватало пищи. И голуби перестали плодиться дальше, сохранив свою численность на каком-то определенном уровне. А теперь давайте представим ситуацию, в которой мы искусственно увеличиваем количество корма для асенантропных птиц. Например, возьмем и станем их подкармливать пшеном, рассыпая его на асфальте. Что произойдет? Смотрите, птицы, которые до этого были ограничены количеством, поступающей естественным путем пищи. Это, повторю, и свалки, и помойки, огромное количество еды, которую птицы находят в принципе в окружающей среде. И, напоминаю, что они питаются не исключительно нашими помоями. Все-таки даже в городе есть огромное количество естественно растущей пищи. И в этой местности популяция ограничивается именно этим. Они не рождаются с большей численностью и не умирают, и не страдают от голода. Их ровно столько, сколько способна прокормить эта территория. Голуби в городе никогда не голодают. Это аксиома. Если же мы начинаем искусственно увеличивать количество пищи, кормя их, то популяция понимает, что можно увеличивать численность. Птицы начинают откладывать больше яиц, давать больше потомства. И в итоге они уже начинают зависеть от нашего корма. Но не это самое страшное. Самое страшное, что подкармливая их, мы оказываем им медвежью услугу, поскольку при уплотнении любой популяции в ней неизбежно появляются саморегуляционные механизмы. Это болезни. Это мутации. Это огромное количество смертей из-за того, что птицы начинают внутри видовую конкуренцию. Причем не из-за еды, а, к примеру, из-за полового партнера или просто из-за территории. Птицы начинают драться, убивать друг друга, умирать от вирусов, бактерий, простейших и так далее. Что не происходит при отсутствии искусственной подкормки. При нормальной численности популяции. Но не это самое страшное для человека. Листериоз, компилобактериоз, криптококос, сальмонеллез, пситокос, он же орнитоз. Это далеко не полный перечень того, что несут на себе пернатые крысы. И эти заболевания и многие другие являются антропозоанозами. То есть теми болезнями, которые могут поражать как животных, так и людей. Более того, многие человеческие болезни голуби просто переносят, не болея ими. Поэтому по их внешнему виду нельзя сказать, является ли переносчиком данная птица или не является. Опасна она для человека или не опасна. Если вы видели на асфальте полупарализованных голубей, то очень вероятно, что они поражены туберкулезом, который они тоже успешно переносят. И естественно, когда такая птичка посидела сначала где-нибудь на свалке, на помойке, там набрала на себя всё, что только можно, а потом прилетела в город, посидела на скамеечке, на асфальте, в песочнице, возмахнула крылышками, пролетая над нами, и всё, 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 что она на себе принесла, осыпается на нас, поражая и заражая нас этими прекрасными, замечательными вирусами, бактериями и простейшими. Человек берёт пшено, рассыпает по асфальту, или, что гораздо хуже, учит своего ребёнка рассыпать зерно по асфальту. Сразу же слетается радостная стая голубей из тысяч птиц, каждый из которых на себе несёт всю ту прорву страшных заболеваний, инфекций и трупных бактерий, которые она набрала, которые мы перечислили. И всё вот это осыпается на радостного ребятёнка, который продолжает их кормить, а родитель стоит рядышком и наслаждается, видя, как его ребёнок заболевает страшнейшими инфекциями. Более того, не только его ребёнок страдает этим, а и те, которые просто проходят мимо, потому что всё это остаётся на асфальте, на лавочках, на аллее, многие-многие часы, и любые другие люди, проходя там, могут заболеть. Особенно дети, которые находятся ближе к асфальту, и любой порыв ветра может это всё поднять и попасть в носоглотку. Итак, мы видим две причины, по которым ни в коем случае не стоит кормить голубей. Первое, что это увеличивает их популяцию и вызывает огромное количество страданий. Голуби начинают страдать и умирать от того, что вы их кормите, буквально. Если бы вы их не кормили, то голуби бы не умерли с голода. Если вы перестанете их кормить, никто из них с голода не помрёт. Они найдут себе еду в любом случае, но просто в следующем поколении их будет меньше. Популяция уменьшится. Те предыдущие особи в избыточном количестве, которые родились, умрут естественным путём от старости, и в следующем поколении будет птиц меньше. Они будут меньше страдать, меньше умирать, если вы просто перестанете их кормить. Но голодать они не будут. Вторая причина, по которой стоит перестать кормить голубей. Они приносят туда, где вы их кормите, огромное количество заболеваний, инфекций и прочей дряни. И этим потом будут заражаться и болеть наши дети. Ни в коем случае не стоит кормить голубей в тех местах, где проходят люди, то есть в городской черте. Так что же, получается, кормить птиц – это плохо? Нет. Кормить птиц, если они нуждаются в этом, – это нормально. Если речь идёт про маленьких насекомоядных пташек, вроде синичика или дроздов, то хорошей практикой будет развешивать по лесу, по паркам кормушки с соответствующим кормом, то есть с сушёными насекомыми, кусочки сала развешивать для синичек. Это хорошо. Но кормить голубей – это очень и очень плохо, особенно в городе. И, конечно, не стоит забывать о том, что голуби в процессе своей жизнедеятельности превращают всё доступное пространство в огромный сортир. Особенно это касается процесса потребления пищи. Весь асфальт, все аллеи будут загажены голубиным помётом, в котором тоже могут содержаться возбудители различных заболеваний. Птицы жили и всегда будут жить рядом с нами. И мы с этим ничего не поделаем. Но мы можем не приносить в их жизнь дополнительные страдания и при этом помогать популяции сохранить свою численность и стабильность. И, пожалуйста, любите птиц, а не своё слепое желание о ком-то заботиться.